Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ольга Илларионова. В Москве провели марш в честь военного парада 1941 года. По Красной площади прошли около 5000 человек, курсанты военных вузов, кадетские парадные расчеты, группы президентского полка, ФСО России, военнослужащие и Минобороны. Задействовали технику военных лет, в том числе легендарный танк Т-34, боевую машину ракетной артиллерии «Катюша», бронеавтомобили и мотоциклы. Наблюдали за торжественным маршем с трибуны около 7 тысяч человек, в том числе ветераны, участники парада 1941 года и парада Победы 1945. Музыкальное сопровождение марша обеспечили участники фестиваля «Спасская башня». По окончании парада на Красной площади развернулся музей под открытым небом. Напомню, осенью 1941 года руководство страны решило провести парад для укрепления морального духа народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт. 101 год назад в России произошел большевистский октябрьский переворот. Прямым следствием переворота 7 ноября была страшная гражданская война, в которой погибло минимум 12 миллионов человек. Дату прокомментировал Владимир Жириновский. Сегодня 101-я годовщина революции. По-русски правильнее называть переворот. Потому что это английское слово револьт, переворот. То есть власть поменялась. Это нельзя приветствовать и нельзя праздновать. И нельзя называть великое. Просто октябрьский переворот. Ибо величие в жертвах мы не можем праздновать. А слово революция не надо закрываться им. Все эти красивые слова, они, так сказать, дезинформируют наших граждан. Никогда нельзя приветствовать никакой незаконный захват власти. Никогда нельзя приветствовать огромное число жертв, сопровождаемые этим захватом. Не надо обманывать. В социальной политике политика Николая II была самой прогрессивной в Европе. Это отмечали все монархи Европы. Самое такое близкое к рабочим законодательство. Связанное с социальным страхованием. В перспективе переход к восьмическому рабочему дню. Бесплатное начальное образование. Количество школ самое разнообразное. То, что сегодня мы даже не имеем. И на 20-е годы планировалось переход к среднему образованию. Тоже бесплатному. Планировалась электрификация всей страны. Этот план подготовлен русскими инженерами. Потом большевики, кражиновские примут этот план. Подадут как свой ленинский план электрификации. Но сама революция, переворот привели к гражданской войне. Нельзя ни под каким флагом оправдывать жертвы и насилие. Такого количества разрушений не привела ни одна революция в мире. Потому что погибли лучшие люди страны. Их сгноили в лагерях. Их просто расстреляли. И они уехали. И говорят, благодаря этой революции мы выиграли отечественную войну. Так ее бы не было. Ибо никто не допустил бы Гитлера к власти. Никто не вышел защищать. Я согласен, при царе было много недостатков. Никто не вышел защищать царя. И его предали генералы и депутаты. Я согласен, что народ в февральской революции не участвовал. Но это и беда наша. Что же в элите был бардак. Но нельзя говорить о том, что при царе Столыпин еще хуже зверствовал. Он подавлял террор, который начали народовольцы. Нигде в Европе не убивали царей, губернаторов, министров. В огромном количестве. Тысячи и тысячи чиновников. И он, премьер-министр, остановил этот террор. Но он создал военно-полевые суды. В соответствии с законом. Это суди. Это суд. Это рассмотрение. А вот у большевиков был террор. Самый настоящий. И погибли миллионы и миллионы. И гражданская война. И беспризорники. Все болезни гражданской войны. Поэтому было больше плохого. Принесла эта революция. Поэтому говорить о том, что она изменила мир. Это нельзя. Фракция ЛДПР встретилась с главой Минпросвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой. В преддверии правительственного часа парламентарии задали интересующие их вопросы. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил важную роль ведомства Ольги Васильевой, призвав руководителя профильного министерства усилить работу в сфере профессиональной ориентации молодежи. Депутаты также затронули вопросы протестной активности молодежи, качества школьного образования, развития учебных заведений. Также обсуждались резонансные события последних недель с участием российских школьников. Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инцидент со скандальным высказыванием Свердловской чиновницы в адрес молодежных объединений. Глава Свердловского департамента молодежной политики Ольга Гладских позволила себе некорректное высказывание в ходе заседания круглого стола. Она заявила, что государство ничего не должно молодежи, так как не просила родителей молодых рожать их. Это цитата. Накануне эксклюзивно для нашего канала парламентарий дал комментарий по этому вопросу. Опять же, послание президента к федеральному собранию, которое неоднократно, ежегодно озвучивается, мы слышим и видим, какое место вопросам демографии, семейной политики там уделяется. У нас есть стратегия семейной политики, есть стратегия демографической политики в Российской Федерации. У нас достаточно много принимается стимулирующих мер для того, чтобы стимулировать решение демографического вопроса в Российской Федерации. Тот же мат-капитал, программа которого была продлена, и мат-капитал начинает индексировать, что не было сделано много лет, это не что иное, как поддержка многодетных. И до этого мы помним предложение президента, когда мат-капитал можно было бы тратить, или как другие законодательные решения, которые были приняты, направлены на поддержку многодетных семей. Это не что иное, как стимулирование демографического процесса в России и исправление ситуации, потому что впереди кризис, впереди определенная демографическая яма, она очевидна. Поэтому высказывания чиновницы регионального уровня, конечно, противоречат тому, что заявлял президент, и тем законам, которые Государственная Дума принимала. С одной стороны. С другой стороны, она, эта женщина, имеет заслуги, серьезные заслуги перед страной в спорте. Но спорт – это спорт, и не нужно мешать все в одно. Да, действительно, она приносила золотые медали, да, действительно, она отставила честь страны, ей благодарность, ей низкий поклон за это. Но находясь на таком серьезном ответственном посту, отвечая за развитие молодежной политики, подобные заявления, они кажутся нелепыми, странными, непрофессиональными. Если это желание как-то обелить региональную власть и оправдаться, когда задают неудобные вопросы, связанные с финансированием отдельных программ, это одно. Если же это ее внутреннее убеждение, и этим она руководствуется, то, конечно, это не профессионализм, и такие люди не могут отвечать за развитие демографической и молодежной политики. Если же это не умелая подача информации, когда она хотела сказать, что в молодежной среде присутствуют ежедневенческие настроения, потребительские настроения, то это, опять же, выглядело достаточно неловко, неудобно и косноязычно. И, находясь на таком посту, не все, о чем она думает, можно публично говорить. Тем более, когда встречается с волонтерами, с общественниками, понимая, что эти люди, готовые и работающие уже продолжительное время, бескорыстно, готовые себя полностью отдавать, для того, чтобы менялась ситуация к лучшему, для них подобные высказывания, а когда еще их призывает подобные высказывания ретранслировать и пропагандировать, конечно, является серьезным демотиватором. Ну и третий момент. Если мы посмотрим бюджет, который планируется принять во втором чтении, то достаточно серьезные средства выделяются на работу социально ориентированных некоммерческих организациях, на различные проекты, в бюджетах регионов отдельными строчками предполагаются средства для финансирования различных проектов. И всегда можно дополнительно изыскать те средства, о которых говорят общественники, для того, чтобы провести то или иное мероприятие. Но у нас порой мероприятие выглядит в качестве мероприятия для галочки с красивым отчетом. Конечно, это не годится. И когда на фоне того, что происходит в общественной среде, еще звучат такие заявления ответственных должностных лиц, конечно, это вызывает недоумение и возмущение. Ну и третье. Недавно произошедшая трагедия в Керчи. Недавний взрыв в архангельском управлении ФСБ, который совершил молодой человек. После этого начинает активно говорить, что у нас нет нормальной молодежной политики, что у нас молодежь брошена, что воспитывается интернетом, воспитывается во дворе, то есть в головах вакуум, который пытается заполнить те или иные забережуствованные стороны. То есть после того, как что-то такое громкое произойдет, сразу начинает делать вывод и говорить о том, что у нас нет молодежной политики. Но при этом такие вот люди у нас находятся на ответственных должностях и занимаются той самой молодежной политикой. Я у себя в Фейсбуке написал, что пока такие люди с такими убеждениями будут находиться на таких ответственных должностях, к сожалению, то, что произошло в Киучи, в Архангельске, или то, что мы имеем возможность с сожалению наблюдать в интернете, когда издеваются над животными, над инвалидами, друг над другом, когда десятером избивают одного одноклассника, который, по мнению других ребят, не такой, как они, к сожалению, это вот и есть следствие отсутствия системной молодежной политики в России и отсутствие должного внимания со стороны родителей. Это программа «Молния» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие фитнес. Группа депутатов, включая главу Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев, внесли на рассмотрение Нижней Палаты проект закона, которым предлагается закрепить в российском законодательстве понятие фитнес. По правке предлагается внести «Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации». Постительные записки к документу авторы отмечают, что увеличение доли россиян, которые ведут здоровый образ жизни и систематически занимаются физкультурой и спортом, зависит от доступности и качества предоставляемых услуг в сфере фитнеса. Подчеркивается, что в действующем законодательстве вопрос правового регулирования фитнеса должным образом не отражен. Так, отсутствуют нормы, содержащие легальное определение фитнес, подходы к реализации правового регулирования в этой сфере. Итак, эту тему, тему фитнеса продолжим с гостем в студии Татьяны Саксон, фитнес-экспертом. Татьяна, добрый день. Добрый день, Иван. Фитнес как бизнес существует в России, наверное, около 30 лет, если я не ошибаюсь. И первые фитнес-клубы, они развивались в премиум-сегменте, то есть мы понимаем, что это было такое занятие для богатых. Сейчас же это доступно для всех, есть разные фитнесы и разные цены. Что касается, немного статистики приведу, вот в прошлом году эта отрасль выросла примерно на 11%. Ну, видимо, это связано с тем, что действительно сейчас здоровый образ жизни как-то популяризируется и становится таким модным. Еще одна статистика. В США фитнесом занимается более 17% населения. В России это всего лишь более 2,5%. Вот что это такое? Это действительно до некой моди или у нас действительно здоровый образ жизни превыше всего сейчас стал? Ну, безусловно, здоровый образ жизни сейчас многим стали этим интересоваться, но также, конечно же, это еще и сейчас модно. Модно бегать в марафоны, модно переплывать босфоры. И люди любят фотографироваться в Инстаграме и зачастую даже идут на марафон, пробежать даже свою пятерку-десятку для того, чтобы сделать фото и сказать, какой я классный. Но это же неправильно? Ну, в принципе, это уже неплохая мотивация, что человек что-то там встал с дивана и пошел что-то делать, но я считаю, что основная мотивация должна быть, конечно, здоровье. И зная то, как люди еще готовятся к этим десяткам, а еще и марафонам, ну, это, конечно, совсем не про здоровье. Это, скорее, больше про какое-то изнасилование собственного организма. Вот, конечно... А сколько времени необходимо для того, чтобы пробежать, ну, давайте минимальный возьмем, 5 и 10 километров? Ну, я считаю, чтобы грамотно подготовиться к десятке, ну, нужно где-то полгода начать готовиться. То есть потихоньку, если до этого ничем никогда не занимались. Потому что нужно подготовить свою сердечно-сосудистую систему, нужно подготовить свои суставы. Желательно это сделать не самостоятельно, а пройти определенную проверку у специалистов. Там у ортопедов, у тех, кто занимается биомеханикой движения. Потому что, например, когда я бегала свою десятку, я видела, как было много моих потенциальных клиентов в будущем. Потому что очень у многих скажены там положение стоп, положение коленей, осанка. И это же все же влияет на сами колени, там, на поясницу, на шею. Потом возникают боли. А оказывается, это просто потому, что человек побежал. Ну, то есть самому подготовиться, ну, наверное, нереально. Нужно обязательно проконсультироваться с кем-то. Безусловно. Чтобы какие-то свои особенности учесть. Но вот тоже такая нехватка кадров и квалификации вообще некоторых сотрудников тоже под большим вопросом, как отмечают эксперты. У вас, конечно, образование невероятное. Вот как вы считаете, действительно ли квалификация кадров в России, именно в фитнес-индустрии под большим вопросом? Да, я считаю именно так. Если мы еще говорим про Москву, то здесь есть огромное количество хороших специалистов, которым можно доверять свое здоровье. Но, например, где-то на глубинке однажды разговаривала с одной девушкой, которая говорит, да, я знаю, что такое пилатес, я его преподаю, я по ютюбу смотрю и потом преподаю. И таких много, к сожалению, специалистов. Но это минусы, конечно, индустрии в том плане, что, чтобы обучиться на тренера по пилатесу, нужно время и немало количества средств. Ну и заведения какие-то тоже нужны, не одни, да, чтобы люди ходили, обучались и получали грамотные дипломы. Слава богу, да, если говорить конкретно профессионал в области пилатеса, сейчас, слава богу, у нас есть хорошая школа, которая не только в Москве, есть ее в регионах, которые прямо туда и приезжают специалисты, обучают. Это, слава богу, есть. Но, опять же, не каждый имеет возможность приехать даже в этот центр региона и обучаться там. Да. Вот вы сказали о том, что кто-то смотрит по ютюб, там, как проводить пилатес, да, и потом просто идет и сам проводит. Здесь, наверное, еще вопрос в том, что население, может быть, не так неправильно проинформировано. Ведь действительно нужно же какие-то задать вопросы, когда ты приходишь и пытаешься найти того самого фитнес-инструктора, который бы тебе мог преподавать этот спорт. Как, вот на ваш взгляд, как новичку вычислить вот этого грамотного тренера, как проверить его? Безусловно, очень было бы неплохо поинтересоваться его образованием, где он научился тому, о чем он говорит, и насколько он сам соответствует тому, о чем он говорит. Это раз. Во-вторых, конечно же, важно посмотреть на опыт его работы и, возможно, на клиентов, с которым он работает, на обратную связь этих клиентов, то есть на отзывы. В принципе, даже если говорить про тот же ютюб, если мы не говорим про решение каких-то конкретных задач, лучше так, чем вообще лежать на диване. То есть, в принципе, это тоже неплохая альтернатива. Но если мы говорим уже про решение каких-то задач со здоровьем, то, безусловно, нужен грамотный подход, и здесь специалист должен иметь хорошее образование и понимание своего дела. Мы заговорили с вами о ютюбе. Сейчас активно развивается онлайн-фитнес, очень много онлайн-курсов. Насколько такой фитнес эффективен? Ведь мы понимаем, что можно смотреть, а параллельно заедать это или просто сидеть на диване. Как это все развивается, на ваш взгляд? На мой взгляд, я сама сейчас работаю над своим онлайн-проектом. Называется он «Здоровый фитнес». Там будет больше про именно как решить какие-то некие свои проблемы со здоровьем, не совсем про похудение. Хотя про похудение тоже будет. Буду совместно с психотерапевтом запускать свою программу. Безусловно, это эффективно, если у человека есть мотивация, и он следует тем рекомендациям, которые ему дают. Очень важно в онлайн-проекте четко прописывать, если мы говорим про упражнения, команды. Чтобы человек, который занимается с экраном, понимал, какую часть тела тянуть, как правильно сделать вдох, зачем сделать здесь вдох, а тут выдох. Тогда этот онлайн-курс будет эффективен для занятий. Если говорить про похудение, то тут, конечно, комплексный подход должен быть. И только лишь одни тренировки. А вы как-то будете контролировать? Будут какие-то домашние задания? Как понять, что ваш клиент действительно выполняет эти задания? Ну, давайте так. Мои клиенты – это люди уже мотивированные. И люди, которые уже оплатили что-то, значит, они что-то хотят. Поэтому, конечно, я не смогу удаленно их контролировать или следить, что они едят. Ответственность каждого получается. Да, в одном проекте к холодильнику. К холодильнику прикручивали камеру, следили за то, как человек что ел, не ел. Такого, конечно, нет, не будет. Но будет обратная связь, будет, конечно, определенные планки, к которым мы будем стремиться. И, соответственно, человек будет сам смотреть, как он идет, не идет. И, возможно, будет какая-то коррекция того же питания. Или тренировок, там есть программа, и не нужно ее увеличить. Зачем? Эта программа больше направлена на увеличение двигательной активности, но нет задачи изнасиловать организм. Вы сказали, что совместно с психотерапевтом работаете. То есть такой подход к здоровому образу жизни и к своей идеальной фигуре – это комплексный подход. Правильно ли я понимаю, что это работа не только с фитнес-экспертом, с фитнес-тренером, это работа еще и с другими специалистами? Безусловно, в любой деятельности желательно подходить комплексно. Почему я сейчас говорю про психотерапевта? Что касаемо похудения. Взрослый человек уже примерно знает, от чего он поправляется. Большинство людей знают, от чего поправляется, от чего худеет, как есть. И здесь, возможно, нужна лишь небольшая коррекция, небольшое направление. Поэтому, если и нужен диетолог, это мой взгляд, может быть, кому действительно очень нужен серьезный диетолог, для того, чтобы влиять на здоровье. Потому что диетология – это очень глубокий, серьезный процесс. Люди сдают кровь на основании результатов. Диетолог подбирает, какие продукты увеличить, уменьшить, чтобы улучшить показатели крови, соответственно, здоровья. Опять же, здесь про здоровье, скорее, а не про похудение. Что касаемо психотерапии, мой опыт говорит о том, что очень много у меня таких клиентов, которые тренируются, они знают, как худеть, как питаться, как правильно... Они знают все. Но многие признаются мне в том, что люблю я сладкое, люблю я поесть на ночь. Или кто-то говорит, что выпил я вчера 2 литра, 2 бутылки вина, а потом еще заел. И это реально вещь, которая мешает человеку похудеть и удерживать этот желаемый вес. И я не психотерапевт, но психотерапевты очень знают, как человека подвести к тому, чтобы перестать компенсировать недостаток чего-то едой, алкоголем, какими-то пристрастиями к еде. Татьяна, вы преподаете пилатес, стретчинг, фитнес. С какими вообще запросами к вам приходят новые клиенты? Основная работа, чем я сейчас занимаюсь, это, конечно, улучшение подвижности, улучшение мобильности тела. Это улучшение здоровья тела через движение. То есть, если у человека есть какие-то уже застарелые хронические боли в пояснице, в грудном отделе, в шейном отделе позвоночника, на основе анализа того, как человек двигается, определенных тестовых упражнений, я могу ему предложить определенный, скажем так, вектор наших тренировок, для того, чтобы снять нагрузку с одних частей тела, перегрузить на другие. В каком смысле перегрузить? Не то, чтобы там другие заболели. Дело в том, что, когда, например, у нас болит шея, это чаще всего говорит о том, что очень сильно зажат грудной отдел, например, позвоночника, он уже давно не двигается в том диапазоне, которым должен, и шейный отдел, например, компенсирует недостаток этого движения, и, соответственно, начинает уставать и болеть. Это вот осанка, например, офисного работника, и чаще всего проблема начинается в шее. Поэтому я предлагаю, Андре, поработать с грудным отделом позвоночника, чтобы разгрузить шею, да, ну и, соответственно, также с поясницей, да, то есть вот основная работа моя – это вот эта. Но также вы проводите тренировки и для беременных. Вот это так интересно, что можно и вообще что нельзя в этот период? Какие должны быть тренировки? – Безусловно, в период беременности важно учитывать срок беременности. В первую очередь важно учитывать вообще, можно заниматься или нет. Это должен дать лечащий врач, ведущий. – То есть должно быть разрешение от врача перед тем, как прийти? – Безусловно, конечно. И в зависимости от семестр, от периода беременности, соответственно, мы подбираем определенные упражнения для решения определенных задач. Ну, например, третий триместр, он, ну, это уже большой живот, уже есть определенные телесные изменения в теле женщины, и, соответственно… – Ну и подвижность тоже уже под сомнение ставится. – Соответственно, да. И мы учим эту женщину, будем больше на, там, у нас внимание, на дыхание. Как вот этот сжатый грудной клетки, да, там, клетки, начать более эффективно дышать, чтобы женщине, там, меньше, там, чувствовать свою отдышку, когда она, там, ходит, поднимается. – Да. Все очень интересно, Татьяна. Вот, к сожалению, не так много у нас времени осталось. Какие-то можете дать вот рекомендации сейчас нашим телезрителям, которые, например, сейчас задумались о вот здоровом образе жизни, именно вот пойти в фитнес, заняться спортом? Как распланировать свой день? Какие, может быть, делать упражнения для того, чтобы вот как-то начать уже этот процесс? – Угу. Ну, первая моя рекомендация, и это то, чем я живу, это думать не про решение каких-то, там, минутных задач, ну, в смысле, там, похудеть, например, к Новому году или, там, к свадьбе подготовиться, а думать про свое здоровье. Думать про то, что вы, ходя, посещая, там, фитнес-клуб или вы просто прогулку делаете какую-то, вы вкладываете в свое здоровье, как бы инвестируете в себя. А здоровье вам нужно для того, чтобы быть более успешной в своей жизни. Думайте про свою счастливую жизнь. И уже от этого отталкивайтесь, выбирая, там, свои направления в занятиях, в фитнес-клубе. Татьяна, ну, к сожалению, наше время передачи подошло к концу. Спасибо большое за такие развернутые ответы, за очень ценные рекомендации. И желаем вам, конечно, успехов. Хорошо, спасибо большое. В эфире была программа «Молния». Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...